Девушки отдыхают Девушки отдыхают А ты хоть придумал запасной план на случай, если Салли нас подведет? Он не подведет А если его поймают? Сэм Он знает хозяев аукциона Сейчас он там со всеми раскланяется, поднимется наверх и откроет нам окно Все схвачено Ну-ну Так, короче Говори прямо А если он смоется с крестом? Да никогда в жизни Виктор Салливан? Мы об одном человеке говорим? Да, он подставлял напарников, но не нас Но не тебя У вас не всегда были разногласия Мягко говоря Но я ему верю, как себе Он не родной Нет, нет Слушай Я хочу, чтобы ты ему поверил Ладно Ладно Он все сделает, как надо Рано или поздно Но надо же, на всякий случай подготовиться и к тому, что делать, если... Вот Видишь? Верь Смокинг, не запачкай Спасибо Прямо не верится Я на свободе С тобой В Италии, а? Да, мне тоже Если бы только над нами не висела эта проблема Да Когда нет проблем, тот еще будет О! А ты что здесь? Не в первый раз? Нет Ну В третий Бывал тут по делам Сталин Ну Да Эй, вон там внизу балка Веревку зацепишь? А ты сомневаешься? Смотри Ну, смотрю Ну, смотрю Я промазал Дело в движении кистью Видишь? Да Неплохо Для второй попытки Да О! Уху Ну, а! Уху! Уху! Ах! Можно зацепиться вон за ту балку. Определённо. Так, поехали. С первой попытки. Ладно, ладно, не задавайся. Есть. Давай, Нейт. Ты можешь спуститься и перебраться сюда. Я сейчас. Есть. С первой попытки. По-моему, спирай через тубо и, возможно, не сможешь ходить больше. Хорошо. В Венгельцовье? В Венгельцовье! В Венгельцовье! В Венгельцовье! Эй, не забудьте разговаривать национальное с реальностью. Хорошо, если так. Столько лет в тюрьме. Больше всего скучаешь по мелочам. Каким? По запаху лимонов. По мотоциклам мелочи, но они накапливаются. Драдим. Выдержать. Все, спускайся. Раньше прыгать было не так больно. Да уж, я-то знаю. А эти твои другие находки, те, что без меня, хоть фотографии есть? Вот тут нормально. Ты хотел сказать, опасно. Ты живой там? Да, порядок. Плохо будет, если промажешь. Это да. Но я не промажу. Давай-ка. Спасибо. Нейт? Нейт? Что? Так. Все нормально? Да. Ну как? На все четыреста миллионов. Пошли. Ладно, иди первым. Соли. Знаете, чем хороши вечеринки у наших коллег? Чем же? Курить можно где душе угодно. Давно не виделись. Это уж точно. А вот и мой погибший братец. Виктор? Чтоб я сдох. Пятнадцать лет. Ага. Рад, что ты жив. Угу. И чтобы он остался жив, нам нужен этот крест. Ну, тут есть нюанс. Что? Какой нюанс? Идем. Сейчас покажу. Вот, смотри. Это крест Эвери? Да. Буквально только что принесли из хранилища. Они поменяли порядок. Для этого кое-кому хорошо дали на лапу. И сколько времени до начала торгов? Ну, минут десять-пятнадцать. Но нам же надо его стащить. Хех. Есть небольшая проблема. Пятьсот с лишним душ свидетелей. Ладно, ладно. Нам просто нужна диверсия. Какая? Ну... Ну, я не знаю. Надо что-то придумать. Охрана увидит, что мы подбираемся к Христу. А если не увидит? Ну, ей-богу, вы прям как в тюрьме не сидели. Если хочешь что-то обтяпать, жди, когда выключат свет. Выключат свет. Да. Ты знаешь, где у них тот рубильник? Тут вентиляция. Электричество. Ага, вот он. Надо залезть туда, вырубить свет. И стащить крест. Они включат резервный генератор. У нас будет всего несколько секунд темноты. Кто-то должен стоять и ждать момент прямо рядом с Кристом. Не выйдет, мы так близко не подберемся, нас заметят. Извини, сеньора. Антипасти? Нет, спасибо. Привет. Как дела? Чао. Думай о деле. А официанта не заметит? Неплохая мысль. Это сработает. Так. Значит, я иду к рубильнику и выключаю свет. А я официант. Ты крутой карманник? Да. Ты спускайся туда и проследи там за всем. Если увидишь что-нибудь нехорошее, сообщай. Ну, хорошо. Ладно, шансы еще есть. Готовы? Готовы? Так, пошли за мной. Через подвал срежем. А ты неплохо сохранился, Виктор. Спасибо. Все из-за веганса. Скузин? Правда? Да брось ты. Нет, конечно. Нет, нет, нет. Я не верю. Хуяк! 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 Она вообще думал, что у меня все хорошо с вами. Понялось, я был вполне как личный гранд. Ну, несколько месяцев назад, я был с девушкой недвижимости от оружия. И продал пару вещей, которые мы не получили в этом году. Это… Жары на 0.10. Ну, короче, херню какую-то, астреб. В общем, проходим мы мимо этого гигантского мешка за кулку. Что это? И видим торговца пличка, Подвал в той стороне. Пошли. Крутое местечко. Конечно. Узнадзорская европейская техно. Простите. Это здесь. Поехали. Черт заперто. Только что открыто было. Ну что, вскрываем замок? Нет, он электронный. Ну, ищем другой путь. Видел? Карточка в левом заднем кармане. Ага. Сейчас. Эх, стоп, стоп. Ты в этом уверен? Все-таки полно народу. Уж справлюсь по старой памяти. Ладно. Ну, здорово. Да я и не пытался. Сам не было. Я бы еще сомневался. Люблю смотреть, как работает профиль. Так. Ладно. Была не была. Это нам понадобится. Хорошо. Удачи. Будем на связи. Руки вверх. Привет, Виктор. Привет, Надин. Приятная встреча. Только теперь я застала тебя врасплох. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь. Иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Как же приятно, наконец, поговорить с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии к моим родителям. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да, виски со льдом. Хорошо. Наид, ты это слышал? Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Да. Причем не кто-нибудь, а Надин Рос. Надин Рос? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. А, ну да. У вас была стычка? Мягко говоря, да. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Все, я готов. Хорошо. Салли, мы готовы. Ты там осторожнее, ладно? Попробую. Готов? Да. Пошли. Нужно пояснить, где тусуются официанты. Давай выманем одного из кухни. Ну, пошли искать кухню. О, да тут еды на целую деревню хватит. Черт, официантов видишь? Нет, только наемников. А это еще что? В схеме тут решетки нет. Заперт, так конечно. Ладно, план Б. Вот так. Тут вентиляция. Нейт, подойди-ка. Я тут. Вот так. Да будет свет. Беда тут с электричеством. А фонарь-то, конечно. Ну, подойдет. А хорошая мысль всегда брать с собой курильщика. Если бегать не надо. Ух ты. Я тут скоро косею от винных паров. Счастье за рулем с Али. Может, вход в вентиляцию за бочками? Тут много редкого вина. Может, с Алькасаром вином рассчитаемся? Боюсь, он вежливо откажется. А это ничего, что Виктор болтается на один роз. У нее людей жуткая репутация. А с Али, не беспокойся. Он из любой ситуации откатится. Молодец. Вот так. Сюда. Смотри, вентиляция. Это наш выход. Ну, давай найдем, на что забраться. Ну да, я сам. Помощь? Какая помощь? Я держу зажигалку. Ну, здорово. Так, давай наверх. Ага, есть. Тут уже, чем я думал. И много пыли. Чертик. Черт. Там официант. И у Лысого похожий мой размер. Ничего. Официантов тут не много. Черт. Иди назад. Ну что? Официантов. Официантов. Вот и свежий воздух. Посмотри, видишь здание с радиовышкой? С сотовой вышкой. Чего? Да неважно, рубильник там. Да, ты прав. Как бы туда пробраться? Сэм, сюда. Я подсажу. Вот так. А ты в хорошей форме. Салли, мы прошли винный погреб. Идем к рубильнику. Как там дела? Салли, слышишь? Может, сигнал слабый. Надеюсь, у него все в порядке. Бинго, нашел кухню. Смотри-ка, лестница. Можно влезть в окно и спуститься в кухню. Хорошая мысль. Я тебя подсажу, а ты залезай. Ну как? Тихо, тихо. Бонусера. Макиста фаджаээнду. Полегче с гражданскими. Что? Ну, проснется с больной башкой в одних трусах. С кем из нас не бывало. Ну да. Ну, теперь и ты. Да будь костюмчик. Ладно. Ладно, иду к генератору. Сэм, ну как? Хорошо, но штаны немного десноватые. Ничего. Так нынче носят. Ну, время поступать как римлянин. А, потому что мы в Италии. Смешно. Я вам прощаюсь на протенциале. Здорово. Иду к генератору. Сэм, слышишь? Сэм? Соли. Супер. Супер. Если слышите, я иду к генератору. Буду скоро. Вроде. Супер. О, черт!